Вчера в питерском клубе произошла любопытнейшая ситуация. На концерте рэпера Скаля Милана якобы стало плохо одной из его несовершеннолетних фанатов от употребления запрещенки. Клуб тут же отцепили, концерт остановили силовики, арестовали рэпера и стали всех оттуда выводить. Позже к этому подключилась Екатерина Мизулина и выяснилось, что оказывается Скаля Милана все это время рекламировал запрещенные в... прямо у себя в треках. Короче, сегодня разберем, что случилось на концерте Скаля Милана, почему его задержали и действительно ли это начало конца рэперской эпохи в России. Давайте будем в хронологическом порядке. Я вчера спокойненько сижу, занимаюсь своими делами и тут мне начинают приходить уведомления. То кореш что-то скинет, то в паблике каком-то новость появилась, что, мол, у какого-то зумерского рэперка, о котором я, кстати, до этого буквально пару раз слышал, один раз случайно наткнулся на какое-то интервью с ним в ТикТоке и еще один раз был вынужден в компании послушать его трек. Я не хочу обижать чьи-то вкусы, я понимаю, у каждого поколения свой герой, свой музыкант, свой Моргенштерн. Но мне, мягко говоря, не зашло. Когда мне стали скидывать новости, что там что-то случилось, я такой сижу и думаю, вот что могло произойти. У него аж кудишка разрядилась, закончился лак для ногтей, его бейба сказала, что у нее новый краш, а он полный кринж. Или, может, он воспользовался ботом Пенне, в котором сливаются секретные промокоды, а за копейки можно получить баллы любых магазинов и премиум аккаунты от любых сервисов практически бесплатно. А для моих подписчиков, кстати, действует скидка 20%, ровно так же, как и для Скалли Милана, абсолютно на любые товары с промокодом SLASH. Переходи по ссылке в описании и экономим по полной с ботом Пенне. Будь крашем, не будь кринжем. Ладно, ладно, все, я заканчиваю. Надо мне мою неприязнь ко всему зумерскому засунуть куда-то подальше. Хотя бы ради этого видоса. Если уж решил похайповать, то все, серьезно, собрались. Короче, по официальной версии, а их там две, одна официальная, а другая, как было, скорее всего. Так что обязательно смотри до конца. По официальной версии, когда в туалете обнаружили малолетку со следами наличия веществ, концерт тут же решили остановить. Рэперка прямо со сцены куда-то увели, задержали. А на сцену вышли ребята в масках. И объявили в микрофон, что готовьте паспорта, сейчас будем всех проверять. А, потом выяснилось то, что в туалете нашли 30 грамм мифи. Осуждаю. ГО МВД по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Готовим документы, организованы все на выход. Потом стали появляться фоточки и видосы. От тех, кто там был и якобы реально видел какие-то вещества. И действительно, на полу или что это, видно следы какого-то коричневатого порошка. Вряд ли это пудра для лица. Заявлено было, что концерт 16+. Поэтому при проверке паспортов, якобы задерживали тех, кому меньше 16. А если тебе больше 16, то никаких вопросов нет. Все нормально. Паблики тут же стали форсить, что девочка умерла. Перед... до потери пульса, так сказать. Но информация оказалась в бросу. Ей действительно стало плохо, но ее вроде как откачали. И она жива и здорова. Ну, как здорова? Употребляя меф, ты конечно здоровым не будешь, но жива. Короче, случились питерские традиционные ценности. Все как всегда. После чего началась полномасштабная проверка Скали Милана. Люди прям вот натурально стали писать на него доносы. Там через Мизулину, через других, скажем так, провластных блогеров. С просьбой, чтобы на него обратили внимание. И наказали. Меня, честно говоря, пугает вот эта вот практика в последнее время. Если что-то случилось, пишешь донос и жалуешься. Что-то мне это напоминает. У него тут же стали обнаруживать отсылки на другие вещества в треках. Пропаганда нездорового образа жизни. И как вишенка на торте. То, что он против войны. Я вот прям представляю. Вот сидит толпа зумерков лет по 13-14. Слушают Скали Милана, где он зачитывает о том, как употреблял запрещенку. И у них прям магическим образом из ниоткуда начинают появляться вещества. Вот ничего не было. И полные карманы еловых шишек. Это же работает именно так. Вот прочитал какой-то рэпер о том, что он употреблял или выпил. Все. Если ты за ним не повторил, это считай трек и не слушал. Вот что написала Екатерина Мизулина. Со мной все в порядке? Просто уб***. А подумать о тех детях, которые были на концерте. И которые стали употреблять. Из-за того, что вот такие безответственные исполнители делают это трендом. Мы будем добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению запрещенки. Запрещенки. Дорогие родители подростков, у меня к вам вопрос. Зачем вы отпускаете детей одних на такие концерты? Почему вы не интересуетесь тем, чем живут ваши дети? И что за музыку слушают? Кому пытаются подражать? Если вы их не убережете от запрещенки, никто не убережет. Недавно коллега ходила с 16-летним сыном на подобное мероприятие. Поинтересовалась, что за исполнитель. И не отпустила сына одного. Она рассказывала потом, что воду пронести было нельзя. Зато дети внутри свободно продавали алкоголь. Вот именно об этом я и говорю. Конечно, пропаганда запрещенки, нездоровый образ жизни. Это все очень плохо. Это очевидно. И то, что рэперки поют об этом в своих треках. Это лишь следствие проблемы. Надо просто честно признаться. В России сейчас огромная проблема с запрещенными веществами. Ни из-за компьютерных игр, ни из-за мультиков, ни из-за рэперов, ни из-за Моргенштернов. Возможно, причины в другом. Почему люди хотят уйти от реальности, забыться? Почему им некомфортно жить в чистом сознании? Может быть, проблема немножко в другом, а не в том, что какой-то рэпер об этом спел. И как сказала Мизолина, надо действительно смотреть за своими детьми. Говорить с ними на одном языке и отвечать за своего ребенка. А не обвинять какого-то хера в интернете, что, мол, я вот воспитывала-воспитывала, а он все испортил. Это работает не так. Но, как мне кажется, для Скали Милана будущее уже определено. Чел прямо на концерте кричал нахуй войну. Как мы уже обсудили, в треках пропагандировал не особо здоровый образ жизни. И за него взялись по-серьезному. Сама Мизулина заявила, что будет добиваться, чтобы его привлекли по-серьезному. Там 230-я статья УК РФ. Это от 5 до 10 лет. И по факту у нас забавный прецедент. Что конкретно этого рэперка притянули за пропаганду запрещенки. А знаете, кто еще занимается пропагандой запрещенки? 99,9% рэперов в России, блядь. Притянуть можно каждого. Как притягивали Моргенштерна, Инстасамку. И из этого можно сделать вывод, что деятельность таких вот ребяток будет очень сильно ограничена. И, кажется, настанут времена, когда рэперам придется петь про любовь, бабочек и насколько круто ходить в качалку. Я сейчас не пытаюсь кого-то защитить. У него в тексте реально много грязи. Он прям такой антисоциальный. И, возможно, какой-то малолетний дебил, увидев это или услышав, реально бы захотел ему подражать. Я не знаю. Меня к такой грязи никогда не тянуло. Меня почему-то тянуло правильно питаться, ходить в спортзал, общаться с корешами, гулять. У меня интересы были немножко другие. Но, как я сказал, я не считаю правильным перекладывать всю ответственность на рэперов. Это лишь признак наличия проблемы. Это как последствие от болезни. Но надо бороться с ее причиной. С эпидемией запрещенки в России. А то так всех запретите, останется только Газманова и Шамана слушать. А все другие музыканты будут вынуждены уехать. Ах да. Это все была первая версия произошедшего. Официальная версия, которую расфорсили все паблики и Мизулина в том числе. Что все произошло из-за школьницы, которая словила... Но совсем недавно появилась вторая версия. Стали выкладывать видосы, где он как раз таки кричал антивоенные лозунги. И по истечению обстоятельств, через некоторое время после этого, концерт тут же прекратили. А его задержали. И в комментариях даже популярно вот такое вот мнение. Что якобы всю эту версию со школьницей и запрещенкой специально придумали и вкинули. Как повод остановить концерт. И чтобы его все возненавидели. Ну, думайте сами. А, и да. Если хотите полноценный ролик про рэперов и рекламу запрещенки, то обязательно поставьте лайк. Я могу сделать прям полномасштабное расследование, как все это взаимосвязано. И реально ли кто-то там что-то рекламирует и продает. Короче, подписывайся на канал, ставь лайк. И до следующего видоса. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить.